Сегодня у нас 23 глава капитала, совсем чуть осталось, и первый тон мы добьем. Итак, эта глава рассказывает о том, как само возрастание капитала, как рост капитала влияет на рабочий класс. То есть, если мы до этого в прошлой главе рассматривали, как растет капитал, в этой главе мы рассмотрим только то, как его рост влияет на рабочих. Ну, с чего начнем? С предпредпредыдущей, короче, с одной из самых первых. И напомню, что капитал делится у нас на две части. Первая, так называемая постоянная, это то, что называется средствами производства. То есть, здания, станки, оборудование, это постоянная составляющая. И вторая часть, переменный капитал. Это то, что у нас тратится на зарплату рабочим, на их страховки и тому подобное. Это переменная часть капитала. А сырье? Сырье, значит, постоянная часть капитала. Переменная, это затрата на рабочую силу и на ее обслуживание. То есть, если, грубо говоря, мы работников обязаны обеспечивать средствами индивидуальной защиты, это тоже переменный капитал. Почему переменный? Потому что постоянная, это то, что у нас есть постоянно. Здание у нас постоянно стоят, станки у нас постоянно. А рабочие у нас приходят, уходят, уходят, приходят. Они меняются, поэтому переменный. Далее. Мы говорили о том, что капитал постоянно растет. Он сам возрастает. Это было в прошлой главе. И, соответственно, если возрастает капитал, то возрастают и постоянные средства производства. У нас все больше заводов, все больше дорог, фабрик, парапонов. И, с другой стороны, все больше рабочих, которые должны все эти дела обслуживать. Соответственно, если у нас на рынке, у нас капитал, рынок труда. Если на рынке у нас дорожает, у нас тогда больше рабочих сил, увеличивается спрос на рабочую силу на переменный капитал, то, соответственно, заработная плата начинает расти. Нужно больше рабочих капиталистов, вы приманите себе рабочих, готов платить им больше денег. То есть, с одной стороны, рост капитала, это хорошо, это растет заработная плата у нас от этого. Соответственно, если нам постоянно надо все больше и больше рабочих в связи с ростом капитала, у нас возникает вопрос о том, что рабочий класс должен, во-первых, воспроизводиться, чтобы убыли, естественно, смерть рабочих восполнять. А во-вторых, так как нам надо все больше рабочих, мы, соответственно, где-то должны брать новых. То есть, или рабочий класс должен сам плодиться и размножаться, его должно быть больше. Или ты должен завозить гастарбайтера с какой-нибудь там Средней Азиатской Республики, чтобы они у тебя работали. Там пусть плодятся, как у нас, да, местное население не плодится, мы зато с Азией людей привозим, они работают. Соответственно, чтобы, опять же, эти люди размножались, им хотелось делать новых детей, они их должны кормить, где-то они должны жить. Соответственно, зарплата должна позволять людям содержать детей и увеличивать их количество. Можно, конечно, сделать так, как было до принятия законов ограничений детского труда, то, что мы, опять же, рассматривали. То есть, было такое время, когда люди делали детей, чтобы дети их обеспечивали. То есть, дети работают, родители за счет этого живут. Опять же, если мы сегодня посмотрим на Среднюю Азию, нашу бывшую Советскую Республику, там есть нечто похожее. То есть, там дети обеспечивают родителей, зачастую до сих пор. Хотя, прошло 200 лет, да, вопрос все так же актуальный. Итак, дальше у Маркса есть очень замечательная ставочка, немножко неотносящаяся. Он делает замечание, что при накоплении капитала его возрастается... А, нет, погодите, я запишал вперед. Давайте сначала о накоплении. Итак, капитал у нас растет. Соответственно, у нас растет постоянная часть и переменная часть. У нас все больше завода, все больше рабочих. Если у нас постоянный капитал растет, то растет и переменная. Если, соответственно, затраты на постоянный капитал растет, то растут и переменные капитал затраты. Зарплата, если у нас растет, рабочие начинают больше получать. Капиталисту это все равно выгодно, если постоянный капитал тоже растет. То есть, грубо говоря, у нас увеличивается производство, выпуск товаров тоже увеличится. Чем больше товаров, тем и больше продаем у нас прибыль растет, несмотря на то, что мы больше тратим на заработную плату. То есть при развитии капитализма заработная плата действительно может расти. Но это только в том случае, если у нас выпуск товара повышается. Если его нет, то соответственно зарплата расти не будет. Далее маркет рассматривает следующую ситуацию. Как раз та самая невидимая рука рынка, которая его может регулировать. Если у нас зарплата растет достаточно быстро, у нас не хватает рабочих, мы должны их нанимать за более высокую стоимость, то у нас начинает падать норма прибыли. То есть мы много даем на переменный капитал, мало на постоянный. Соответственно прибавочная стоимость у нас падает. Соответственно падает норма прибыли. К чему это приводит? Норма прибыли меньше становится, капиталисту становится невыгодно развиваться. Начинается кризис и производство не развивается. Не развивается производство. Соответственно сразу же падает спрос на товары и на рабочую силу. Опять же у нас появляется более дешевая рабочая сила. И капиталисту опять становится выгодно проводить товары. Потому что заработная плата упала, она дешевая. Товары все покупают. Норма прибыли опять растет. То есть как раз та самая невидимая рука рынка, которая регулирует при помощи нормы прибыли рост заработной платы. Опять же мы помним фразу с капитала. О том, что если норма прибыли растет, то капитал становится оживленным. Если она как раз падает, потому что переменная часть снижается, получается наоборот. То соответственно капитал становится реалом и не активным. А инвесторы, которые вкладывают в капитал, они переходят в другое, более выгодное производство, где норма прибыли выше. Поэтому мы забегаем чуть-чуть вперед. Поехали дальше по конкретной главе. Вот эта переменная часть капитала, назовем ее труд, она тоже состоит из двух вещей. Первое, это неоплаченный труд. Неоплаченный, имеется в виду тот, за который заплатили рабочие. И оплаченный, или добавочный. Люди трудятся, это добавочный труд. Добавочный труд расходуется на переменный капитал, то есть на их зарплату, и на постоянную, то есть на амортизацию средств производства. А неоплаченный труд идет в виде прибыли капиталистов. Несмотря на то, что на схемке так делится, мы понимаем, что если мы повышаем зарплату, то есть добавочный труд у нас становится дороже, соответственно, часть прибыли из неоплаченного труда переходит сюда. И наоборот, если зарплата у нас падает, увеличивается прибыль, или прибыль повышается, потому что зарплата, то есть и туда, и туда она может ходить. То есть, если добавочный труд у нас увеличивается, то неоплаченный падает. И наоборот, если добавочный падает, то прибыль снижается, то прибыль повышается. Это касается, естественно, не только зарплаты, но и расходов на средства производства, на постоянный капитал. Что из этой триады, так сказать, мы можем увидеть? Как бы это нарисовать? Я, наверное, здесь неправильно нарисовал. Так как у нас есть закон, говорящий о том, что капитал у нас постоянно само возрастает, увеличивается, то соответственно у нас сразу же постоянно увеличивается и постоянная часть капитала. То есть у нас все больше и больше средств производства. За счет этого капитал, собственно, наращивается. Но чем больше у нас средств производства, чем больше непостоянного капитала, что это означает? Тем больше у нас новых станков, новых зданий. Новые здания, новые станки, новые технологии, они повышают у нас производительность труда. Чем больше новых станков, тем меньше рабочих надо для их обслуживания. Мы уже приводили пример фабрики, которая делала иголки, где надо было до этого 200 мужчин делали, 10 тысяч иголок в месяц, грубо говоря. А потом поменяли новые станки, там работала 6 женщин, эти 10 тысяч иголок они в день делали. Соответственно повышается количество капитала постоянного, он как раз накапливается, то есть с каждым годом у нас все больше и больше. Повышается его производительность, соответственно переменная часть капитала у нас начинает снижаться. Он за меньший рабочий для производства все большего и большего количества капитала. Вот это такой закон капиталистического производства еще один. Причем, чем дальше мы и больше накапливаем эту часть, тем, соответственно, это становится меньше, и тем с большей скоростью начинает наращиваться эта часть, и с тем большей скоростью падает зарплата. Ну, точнее, не зарплата, падают расходы на переменную часть капитала. То есть, сейчас, грубо говоря, открыть новый завод по изготовлению компьютеров – это безумное количество денег, которые требуются для приобретения станков и зданий. И совсем мало денег нам требуется на то, чтобы нанять рабочих. МАК приводит много примеров. Когда начиналось, грубо говоря, половина капитала уходила на станки, половина на найм рабочих. Сейчас доля стремительно сокращается, все меньше и меньше. Нужно на рабочих все больше и больше на современные средства производства. Ага, вот здесь как раз этот момент. Тут же Марк замечает, что с ростом капитала, когда у нас появляется возможность вкладывать все больше и больше в постоянную часть капитала и строить все больше новых зданий, заводов, пароходов. В ходе конкурентной борьбы появляется еще очень одна новая важная сила – это кредит. Эта сила, кредит, превращается в страшное оружие в руках конкурентов. Капиталист может взять кредит, на него построить сразу 10 заводов и, соответственно, все его конкуренты разорятся. А он, соответственно, станет монополистом, соберет все деньги, рассчитается с кредитом и будет кипивающих жить на больших барышах. Правда, тут же Марк замечает, что, несмотря на то, что кредит становится оружием в руках капиталистов, но и сами обладатели денег, денежных средств, которые выдают кредиты, они, соответственно, становятся самостоятельным игроком на рынке капиталов. И, в конце концов, они превращаются в механизм для концентрации капитала и восподчинения. Есть замечательная работа Ленина, которая была написана уже чуть попозже, через 50 лет, «Империализм как высшее встание капитализма», где он как раз описывает, как финансовый капитал начинает давлеть над производственным капиталом и сначала просто играя с ним в игры и давая осуживая деньги. В итоге подчиняет себе капитал и финансовый капитал становится во главе промышленного капитала. Но это у Ленина, Маркс здесь только об этом омолвился, а этот вопрос раскрыт именно в работе Владимира Ильича, об империализме и как высшее встание капитализма. Следующий момент рассматриваем дальше. Хорошо, постоянная часть выросла у нас, новые станки, которые работают в два раза больше, соответственно, рабочих нам надо в два раза меньше. половину рабочих выгнали, им куда деваться, возникает такой вопрос, как безработица. С одной стороны, высвободившиеся люди, это не так уж на самом деле плохо, потому что они попадают на рынок труда, капиталисты могут их нанять и расширить свое производство за счет этих новых рабочих. То есть высвобождение трудовых резервов дает капиталу возможность расширяться дальше. Потому что если у вас надо ли ждать, пока новые дети наружаются и начнут работать на производстве, или вы просто сокращаете на это производство рабочих и закидываете их на следующее более новое. Опять же, из закона рост постоянной части капитала, у нас, соответственно, вытекает закон о том, что при капитале постоянно высвобождаются личные рабочие. Они становятся ненужны на конкретном производстве, и возникает вопрос производства безработицы, или, как называют, резервная армия промышленности. Опять же, он приводит пример, что это появляется только при капитализме, то есть в других эпохах чуть что, появились лишние свободные руки, начинается экстансивная эспансия, захватываются новые колонии, туда всех лишних рабочих скидывают, и они начинают поля дружно все пахать, распахивать новую территорию. Как из этой ситуации выйти? Если мы уходим от капитализма, у нас есть два варианта при социализме. Или мы начинаем свою экономику экстансивно развивать, опять же, мы открываем новые производства заранее, или мы планируем, сколько у нас при введении новой техники освободится рабочих, мы, соответственно, этих рабочих или на другие производства пересылаем, или сокращаем их количество рабочих. Допустим, сокращаем пенсионный возраст, сокращается количество людей, которые могут работать. Они на пенсию, отдыхают, занимаются внуками, работают те, кто помладше. Или рабочий день мы можем сокращать. То есть, варианты есть. Что мне еще в этой голове понравилось? Вроде бы, книжка, грубо говоря, написана 200 лет назад. А уже тогда, 200 лет назад, поднимался вопрос о перенаселении, и что делать с населением-то. То есть, то, что у нас говорят, что вот, людей сейчас много, девать их некуда, они все съедят, все выпьют, экология не выдержит. Нам не нужно так много людей, девать их некуда. То же самое было 200 лет при Марксе назад, и сейчас то же самое. И будет до тех пор, пока есть капитал. Потому что, пока есть капитал, у нас будет часть рабочих выкидываться на улицу. И проблема лишних людей никуда не денется. Решить ее можно только тем, что отказаться от капитализма. Чем плоха безработица? С одной стороны, если человек остался без работы, ему, грубо говоря, нечего есть. Это было при Марксе, это есть сейчас. Не надо там говорить, что сейчас там еда дешевая, взять ее можно где угодно. У нас в стране все просто. Вот у нас пандемия показала. Ты попал под сокращение в связи с пандемией, ты не можешь платить деньги за ипотеку, тебя выкидывают из квартиры, ты зимой у нас на улице минус 30, и все, и ты помощь, собственно. Но, если ты помощь не найдешь, устроиться тебе нигде. Денег на новую квартиру нет, все, у тебя есть жизнь. Просто взяли, вычеркнули, выкинули на улицу, ты умер. С другой стороны, можно, конечно, сказать, это всякие неудачники, кто попал на улицу. А остальные, это пандемия, не пандемия. Кто хотел, нашел работу, работает дальше, зарабатывает деньги. С этим проблем нет. Но, опять же, пандемия нам прекрасно показала. За тихий год зарплата у всех снизилась. Это признает и даже наше буржуазное правительство. Инфляция превышает степень индексации заработных плат, где вообще индексации нет, поэтому реальная составляющая заработной платы падает. Почему люди не возмущаются, никуда не ходят? А потому, что безработица. У вас безработица не нравится, иди нахер, за забором много таких, мы возьмем другого. И, соответственно, тебя, чтобы не выгнали, ты знаешь, что везде сокращение, ты начинаешь перед хозяином, владельцем капитала, показывать какой-то хороший, замечательный специалист, и без тебя никуда не денешься. Ты начинаешь перерабатывать, сидеть после работы, в обед работать, пораньше приходить, на выходных работать. Тем самым ты еще больше работаешь, и снижаешь свою реальную оплату труда. Потому что труд, мы помним, от количества часов зависит. Сколько ты часов потрудился, от этого зависит, сколько ушло в неоплаченную часть, а сколько в добавочный продукт. у нас зарплата средняя все время за год пандемии падает, неоплаченная часть растет, а тут мы еще сверхурочно работаем, тем самым еще больше увеличиваем неплачный труд, и получаем прибыль капиталистов. Смотрим новости, несмотря на кризис, пандемия в Сибири увеличивает свое состояние. Как раз за счет этого. И что здесь пишет Маркс в итоге? Что когда рабочие поймут, что чем больше они работают, тем больше производят прибыли для хозяина. И тем скорее они попадут на улицу. Опять же, простой пример. Если два человека работают не 8 часов, а каждый день по 12 часов, то третий человек не нужен, его можно сократить. Соответственно, если мы сами работаем сверхурочно, мы сами сокращаем свои места. Вот у вас было трое, работали по 8, сейчас у вас двое, работают по 12. То есть, сами себя, кого-то одного из трех уваляют. А извините, это уже вероятность попасть на улицу 33,3 процента. То есть, сейчас очень делит. Поэтому, работая сверхурочно, мы сами себя загоняем в угол. И, собственно, Маркс о чем и говорит, что как только рабочие это поймут, начнут перерабатывать, они станут силой и начнут создавать профсоюзы. Чем борется профсоюз? Да, опять же, смотрим всякие американские фильмы. Главный запрет на то, что нельзя работать сверхурочно. Это главный посыл. Потому что, как только на 10 процентов вы начнете больше работать, хотя бы в обед начнете работать, 10 процентов персонала можно сократить. Профсоюз об этом заботится, поэтому члены профсоюза не перерабатывают, нельзя работать. Мы сидим, ждем, мы все получаем зарплату. Иначе наша зарплата от этого еще больше упадет. То есть, опять же, это есть в главе Маркса, в 23-м, да, вывод о том, что перерабатывая, мы сами себя загоняем в угол, и получаем из себя работу, и снижаем себе заработную плату. Следующим пунктом мы разберем безработицу. Итак, Маркс делили безработицу на текущую, скрытую, скрытую и застойную. Все эти термины мы можем, опять же, слышать по телевизору каждый день, да, в связи с пандемией нам рассказывают то же самое, что вот у нас есть некая скрытая безработица. Что имеется в виду? Это то, что люди, которые не обращаются в службу занятости, а сами ходят и еще там себе, где бы заработать. Маркс под скрытой безработицей поднимал чуть-чуть другое. Это имел я в виду бродячие рабочие, которые туда-сюда ходят, мигрируют. То есть, они вроде как в этом городе не живут, они пришли рабочие. Соответственно, мы про них не знаем, сколько их на самом деле. Это батраки, которые работают на фирмах, опять же, у нас та же самая ситуация. Вот у нас была пандемия, были поля неубраны. У нас главный вопрос был, как бы завести гастарбайтеров со Средней Азии, которые будут убирать урожай из полей. Вот это та самая скрытая безработица. Мы не знаем, сколько их, мы их не можем прочитать. и поэтому в статистику они не попадают. Текущая безработица. Текущая безработица. Маркс приводит пример рудников. Да, вот есть рудник. Цены на уголь повысились, рабочих наняли, они пошли копать. Цены на уголь упали, часть рабочих уволили. Они сидят, ждут, когда производство опять заработает. У нас это очень типичная ситуация. Берем какой-нибудь там, бор у нас есть. производит удобрение. Все производим, удобрение продаем в Китае, все замечательно, люди работают. Тут брак-трак-бах, мы фирму банкротим, людей выгоняем. Фирма банкротится, завод заново закрывается, опять этих людей у нас набирают. На ту же работу и не работают дальше. То есть они временно то работают, то не работают. Перетекая из одной категории в другую, то есть из рабочих в нерабочих. Почему я привел гор? Да, это моно-город, там людям особо деваться некуда, это единственное предприятие, где можно работать. Можно там какие-нибудь липовцы наши вспомнить, где тоже шахты, больше работать негде. И во времена Маркса было то же самое, ничем не отличается. Те же шахты, так же они там работали. И последняя, это застойная безработица. Это как раз о том примере, который я говорил по поводу ипотеки. Человек потерял жилье, соответственно, он больше не может устроиться на работу, он больше никуда не может устроиться, он безработный в принципе, все, он никому не нужен. Другой пример застойной безработицы, это вот когда была какая-нибудь профессия, в 90-е мы с этим столкнулись. У нас было очень много инженеров, вроде бы, квалифицированные дорогие кадры, а инженеры стали не нужны. И все, и ты, и нафиг никому не нужен. У меня сосед, он работал в МИИ, на фонтанах, которые кораблями занимались. Вот он в МИИ работал инженером, все там, научную деятельность пытался вести. Тут Ракбах 90-е, его уволили, и инженеры больше никому не нужны. Ну, он бы, или стал бомжом, и перестал вообще трудовую деятельность, но в его случае, он взял, переквалифицировался, научился на сварщика, и пошел сваивочек. То есть, казалось бы, высококлассный инженер, разрабатывающий суда, а тут хлопай, и сварщик обычно. Ну, застойную, именно застойную безработицу, как раз, Маркс называет Люмпин пролетарием, то есть, люди, которые уже впустились настолько, что не могут ни в текущую безработицу, ни в скрытую, никуда. Чем скрытая безработица? Вот если ты снялся со своего предприятия, пошел в соседний город, в соседнюю страну, устроился, там заработаешь, да? Или, если вдруг у тебя предприятие завелось, и ты опять на него пошел работать. Эти, как правило, уже работать никогда нигде не будут. Соответственно, они превращаются в балласт у общества, на них идут расходы, они в производстве не участвуют, они вообще из жизни выпадают, становятся лишними людьми, никому не нужными. Когда мы говорим как раз об этих товарищах, которые у нас, то вообще не работают, то периодически туда-сюда ходят, то время от времени работают, мы должны говорить о том, что они получают меньше денег, у них меньше средств на существование, соответственно, они хуже питаются, хуже у них медуслуги, хуже жилье и тому подобное. Так же было и в Англии, так же было 200 лет назад и по всей остальному миру. Поэтому Маркс опять переходит в нескольких экономистов, которые статистику как раз показывают о том, что продолжительность жизни рабочего класса, именно тех, кто работает на предприятиях промышленного пролетариата, и назовем это средним классом, то есть те люди, у которых более-менее имеются деньги. Сейчас они называются средним классом, тогда они назывались содержательным классом, то есть состоятельным классом, то есть тех, у кого хватает денег на приличную еду, приличное жилье, приличную медицину. И там Маркс приводит статистику, сколько рабочих живут, сколько более обеспеченные граждане. Опять же мы сегодня смотрим, все наши политики, думцы, у них у всех работать они могут до 75, они до пенсии, со здоровьем у них все хорошо, их там лечат, срок жизни у них большой, у Путина у нас сколько лет уже. С другой стороны рабочие, он не то, что там на пенсию выходит, очень часто до пенсии не наживает. Опять же все мы помним последнюю пенсионную реформу, когда нам с 60 до 65 повысили возраст, как раз для чего? Для того, чтобы люди просто не доживали до пенсии, и ее не надо было платить. Слишком много людей до пенсии доживают, много приходит страх, поэтому эти затраты сократили. То есть как при Марксе люди умирали на работе, так и сейчас у нас. Люди умирают на работе. Единственное, что при Марксе средняя продолжительность жизни была меньше, медицина была хуже, не было там антибиотиков и тому подобных лекарств. Но заслуга ли это капитала, то что у нас средняя продолжительность жизни возросло, это прежде всего заслуга науки. А капитал наоборот радуется, что рабочим он там может не 10 лет эксплуатировать, а 30-40 лет. Это же прибыли во сколько? 3-4 раза больше. Это гораздо выгоднее. Поэтому капитал все-таки о здоровье вынужден немножко заботиться, так как это добавляет неоплачиваемого труда в его карман и он становится еще более богатым. Еще один вывод из текущего состояния, что когда постоянная часть капитала растет, переменная пара дает. Что нам дает картина? Здесь денег становится больше, здесь становится меньше. Какой мы можем вывод сделать? О том, что накопление капитала в постоянной части происходит за счет того, что рабочие у нас становятся все более бедными и бедными. Да, можно опять же в сравнении сказать, что английский рабочий жил 200 лет назад хуже, чем сейчас, но все познается в сравнениях. Как бы то ни было, все равно эта часть растет прежде всего за счет того, что сокращается это. Еще одна интересная цитата, опять же, в этой же главе, о том, что, опять же, писал монах, который, так сказать, к марксизму и коммунизму никакого отношения не имеет, вот он как раз и писал о том, что законодательное принуждение к труду, то есть, когда на законодательном уровне всех заставляют трудиться, грубо говоря, вот то, что в Белоруссии пытались ввести закон за тунеядство, то есть, если ты не работаешь, тебя советствуют ему. Вот, он как раз и пишет, что законодательное принуждение к труду слишком трудное, замороченное дело. Это надо полиция, которая будет всех отслеживать, ловить, садить. Это все очень замороченное. Гораздо пороще к труду приручает голод, да, когда человеку нечего есть, он периодически безработный или его пугает безработность. Кушать хочется, жить где-то надо, и это лучший стимул для того, чтобы идти и продлогать свой труд на рынке. И на этом я главу закончу. Дальше у Маркса идут целый подпункт примеров из тогдашних экономических реалий, как влияют все эти вещи на конкретных... проявляются в конкретной жизни на конкретных людях. Очень рекомендую прочитать это дело самостоятельно, посмотреть, как об этом пишет Маркс, и можно то же самое взять, переложить на современный день, переписать там любой из его примеров, взять современную цифру, написать статью, и мы с удовольствием ее опубликуем на наших обстоятельствах. Да, на этом, наверное, все. Вопросы есть, нет вопросов. Вопросы. Вопросы. Вопросы.